здравствуйте друзья с вами снова андрей вельгиш компания в новом лондон и сегодня я в школе опять вечерний кто помнит я сам учусь в школе программе GCC программа для английского 10 класса по нашему соответственно 9 класс сегодня у меня урок английского языка но не совсем английский язык то есть вечерней школе мы учимся по сокращенной программе и мы изучаем комбинированный предмет в который входит английский язык литература и драма театральное мастерство и сначала я был очень не рад что я подписался на этот предмет математиками намного намного легче дается но теперь я понимаю когда помогаешь клиентам выбирать предметы для детей в теории я давно знаю что такие предметы как литература и драма как бы они безобидно не звучали для нашего уха на самом деле очень сложные предметы с точки зрения требования к знанию английского языка да я понимаю что для того чтобы читать литературу и особенно литературу читать в оригинале читать поэзию нужно знать язык очень хорошо но понять это по-настоящему можно только тогда когда сам на этом получишься thank you hi everybody we are going to show you a short presentation about the theme of love from juliet we will explore our shakespeare characters are expression of multiple definition of love and why shakespeare portrays love in many different ways the player omium julEd as we all know is a tragedy written by william shakespeare about to stock cross lovers whose death reconcile Мы сейчас разбираем Рома и Джулиет трагедию. Я уверен, все ее читали в школе, но одно читать ее на родном языке, и абсолютно другое читать его по-английски. Она написана на старом английском языке в то время, когда и правил языка как таковых не было. То есть авторы, драматурги в прямом смысле выдумывали свой язык, свои слова. Читать его в оригинале, потому что у нас в группе есть англичане, которые сами очень слабо понимают. То есть есть какие-то моменты, которые вот так вот в контексте понимаешь, а что именно ты хочешь сказать. Мне как иностранцу понять практически невозможно. Понятно, я перевожу, читаю всяческие там объяснения, есть специальная литература, есть работы, где люди изучают, анализируют эту трагедию, дают свое мнение. И таким образом я разбираюсь. Если бы дали мне только книгу от Жилета в оригинале, я половину просто бы не понял. Конечно, я помню там с детства, из школы, когда мы читали, понимая, о чем это. Но если бы это был первый раз, если бы я этого и не читал, я могу сказать, что я бы его не понял. И это 15 лет спустя, то есть 15 лет жил в Англии. То есть теперь я понимаю, что такой ребенку, который приехал только в Англию, для которого английский язык новый, скажем так, он только начал на нем учиться, и он попадает на предмет литературы, либо драмы. И тут нужно не только читать, нужно анализировать, нужно объяснять, что именно автор хочет им сказать, предложить свое мнение, свое видение, как бы вы это сделали, с чем вы, может, с чем-то не согласны с автором. Почему вы думаете, он использовал именно этот прием? Всем привет! Привет, всем! В этом презентации мы хотим рассказать о семей-мерии, постройках шекспира-плей-роме и жилеет. Отлайн о нашем презентации мы хотим рассказать вам о Елизабеттан-Эра, шекспира-с-олен-эксперинсе, каппуля-с-фемин-эксперинсе, Ромео и Фрай Лоуренс, Джулиет, архитюб для конкурсов. И теперь Алиса расскажет нам о Лизбонской эре и традициях. На других занятиях мы сравним разные тексты. Например, написано два разных текста. Мы должны определить для кого аудитория он предназначен, какие приемы речи использованы, эффективно ли они использованы и так далее и тому подобное. Это не просто английский язык, просто как все понимают английский язык. То есть учить слова, драматику, составлять предложения, читать и пересказывать. Язык – да, но вот литература и драма – это абсолютно другое. Он был драматом, который вырос, оценивать генератором. Алиса был был рожелом. Они были драматом и готовы. Конрент в полосе не было в правительстве. и протесты, так что были более расслабленные аттитуты в отношениях, социей и в целом. Но это не случайно изменилось. Шекспер himself experienced это. Потому что только 18 года Шекспер married Anne Hathaway, 26. Он был называемый минар, даже если он был 15 лет и женщин, вы бы еще нужны партнер-консент до 21 года. Генрали, мужчины были от 25 лет и женщины были от 22 года. Но Шекспер had хейстер-маррижь, Anne Hathaway, и он должен был путешествовать по многим процессам, чтобы быстро married. Поэтому, если кто-то из родителей, кто помогает своим детям выбирать предметы для изучения в школе, в этот момент думают о выборе литературы либо драмы, подумайте дважды. И первое, что нужно взять во внимание, это знание английского языка. Оно должно быть не просто хорошим, он будет суперхорошим. То есть этот ребенок должен поучиться несколько лет в Англии, в английской школе, в среде. То есть он должен уметь не просто читать, как говорится, строки, но и между строками. На этом примере Шекспер показал нам типичное отношение семьи. Когда человек в руках, человек в центре семьи, он тот, кто делает решения, и остальное семьи просто принадлежит ему, и у него нет внимания своих чувств. Это что касается английского языка, тяжело, очень скучно. Порой, когда разбираем какой-то текст, я просто засыпаю. Вот даже купил себе легенцов. Единственное, что спасает во время урока. Математика совсем другая. Математику я люблю. Ну, действительно, математика девятого класса. Да, есть нюансы, я бы о них рассказывал. Есть некоторые предложения, некоторые разделы, которые у нас не изучаются. Которые изучаются по-другому, другой подход. Но, в принципе, мое счастье, что живу в 21 веке. У меня есть телефон, в который можно зайти, быстро перевести. То есть открыть учебник за 9 класс, по которому плюс-минус я когда-то учился. То есть почитать эту тему на своем языке. Быстро разобраться. И потом я уже для меня... То есть математика мне было, причем еще это вопрос перевода. Как только я понял, что именно от меня хотят. То есть перевести эти термины математические, которые используются здесь. Хотя они, да, большинство в своем греческие, латинские. Но, тем не менее, некоторые здесь используются другие. Поэтому только я разобрался с переводом, дальше просто. Я даже могу похвалиться, мы писали пробное тестирование. В конце этого года, в июле, я буду сдавать экзамен GCC по математике и по английскому. Вот сейчас мы писали пробное тестирование. То есть программа одна для всех. Вечерняя школа, это обычная школа. То есть дневная. И могу похвалиться, что я получил оценку A-Star. То есть 5+. Хотел я поменяться, конечно, с Олежкой. С моим любимым учеником, к сожалению, не могу. Лучше бы он получил A-Star, а мне бы тройки хватило. Я все это делал для того, чтобы получить опыт. Как говорится, на своей шкуре попробовать. А ему это нужно для дальнейшего обучения. Но, к сожалению, мы не можем с ним поменяться. А так, что могу сказать? Нравится мне? Нравится, когда уроки заканчиваются? Не сложно. В общем, конечно, да, английский. Да, нужно разбираться. Ну, как бы, все-таки опыт какой-то есть. И это помогает. Сложность в том, что просто... Когда учился в университете, я все равно мечтал во второй раз в университете. Кто-то знает, закончил недавно. Только закончил, никогда больше учиться не буду. Потому что проблема была именно с этим. С какими-то дополнительными нагрузками. То есть, не совсем себе хозяин. И сейчас такая же история. То есть, дважды в неделю я хожу в эту школу. И вроде бы, как бы, не сложно. Но, с другой стороны, это еще одно, о чем нужно думать. И что нужно делать. То есть, дополнительное занятие себе придумал. На одно место. Но, для моей работы, для моего бизнеса, для моего развития, это, на самом деле, очень важно. Поэтому, продолжаю. Степать нормально. В следующем году, по-другому, степать на A-level. Ну, точно не по-английски. А я теперь понимаю, что вот, когда мы приезжали в школу и говорили, обезжали в школу, и... кто-то из ребят, с которыми мы приезжали, хотел поступать на литературу. И его предупреждали. Это сложный предмет. Я сложный. Ну, чем он может быть сложный? Ну, знаешь, английский язык. Вот, читай. Хотя я понимаю в теории, да? Как говорят, сложно. И я говорю, что сложно. Вот пока я сам по нему не поучился, я не понимал, насколько это сложно. Поэтому, как говорится, умный учиться на чужих ошибках или как-то мудрый на чужих ошибках. Но мне кажется, с такого опыта, которого набираешься на своих ошибках, не на чьих, не на уберешься. Сегодня, кстати, у нас презентация. То есть, во время каникул мы готовили, достаточно разбили на группы, по двое, по трое человек. И мы должны были выбрать одну из тем из трагедии Ромео и Джульетта, приготовить презентацию. И сегодня мы выступаем. То есть, наша группа рассказывает о семье и женитьбе в интерпретации Шекспира, изложенной в Ромео и Джульетта. Ребята рассказывают о судьбе, о проклятии, о любви, о любленности. Мы выбрали семью и женитьбу. И я с двумя дамами. Так что, сегодня у нас такой, своего рода, экзамен. Даже немножко волнуюсь. Попробую, может, получится записать что-нибудь, покажу. Ну, пожелайте мне удачи. У меня заканчивается перемена. Держите за меня кулаки. Ставьте лайки, кому нравится. Подписывайтесь на канал. Я побежал готовиться к презентации. До свидания. Уважаем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok